Архангельская область 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 у него. И тогда уже составляется план работы с данным осужденным. То есть тут, скорее всего, участвуют психологи в первую очередь? В первую очередь, да, потому что выясняют некоторые моменты, которые уже потом передают социальным работникам, начальникам отряда, которые непосредственно каждый день с ними работают, сталкиваются. Ситуация экономическая достаточно непростая в России, как принято говорить в последнее время. Вот как дела с трудоустройством бывших осужденных обстоят? Вы знаете, мы на протяжении многих лет уже сотрудничаем с управлением Министерства труда, занятости и социального обслуживания. И у нас очень тесный с ним контакт. Они выезжают во все подразделения. У нас есть ярмарки, вакансии, даже проводим встречи с работодателями, которые предлагают ту или иную должность, те или иные места для наших осужденных. В каждом учреждении есть информационные терминалы, где осужденные могут ознакомиться с вакансией, с рынком вакансии в Архангельской области и потом уже определиться. А социальные работники, в свою очередь, уже начинают работать с работодателями по тому или иному месту работы, где он будет продолжать после освобождения работать. А вот какова ответная реакция осужденных? Охотно люди идут на контакт? Готовы ли они, что называется, обратно влиться в общество? Ну, вы знаете, по мнению осужденных, они высказывают разные мнения. Во-первых, появляется много свободного времени, как они говорят. Кто-то недоучился, кто-то не получил профессию. У нас в учреждениях можно и получить среднее образование, можно получить и квалифицированную профессиональную профессию. У нас 9 профессиональных училищ. Ну, это рабочие, в общем-то, рабочие профессии. То, что востребовано сегодня, кстати. Да, что востребовано? Мы постоянно мониторим рынок труда. Мы смотрим, какие профессии востребованы на рынке труда. Поэтому и стараемся идти в ногу со временем, готовить тех специалистов, которые будут востребованы. То есть у людей есть время подумать и изменить своеобразование? Многие осужденные, несмотря на то, что находятся в местах лишения свободы, они желают получить высшее образование. В настоящий момент у нас более 100 человек обучаются. Дистанционно, правда, обучаются. И в этом году будет уже выпуск специалистов с высшим образованием по таким профессиям, как менеджмент, туризм, экономика, даже ее экспоненция. Потрясающе. На ваш взгляд, что приводит людей к таким решениям? Все-таки это достаточно серьезно тоже. Получить хотя бы тоже высшее образование, это стоит больших трудов. Ну, я думаю, что может быть переосмысление жизни, может быть потребность. Ведь выйдут на свободу, у них много времени потеряно. Ведь у нас не секретно, некоторые отбывают большие сроки в местах лишения свободы. Поэтому при освобождении то время, которое упустили, уже не вернешь. Поэтому мы стараемся приобщать их. А если человек без документов оказался, бывает такое? Бывает. У нас, например, в 2014 году прибыло в нашу учреждение более 300,5 тысяч осужденных. Из них 17% не имели документов, которые удостоверяли личность. Насколько кропотлива эта работа, чтобы восстановить документы человеку? Мы тоже тесно взаимодействуем с региональным управлением Федеральной миграционной службы. Они выезжают в подразделения, консультируют осужденных по восстановлению документов, по различным другим вопросам, которые им интересны. Также у нас бывают наказания лица, которые не имеют гражданства. Поэтому много очень вопросов, которые при выезде специалистов в наше учреждение разрешаются на месте. Ну и затем восстанавливаем. Мы очень много восстановили документов осужденным. У нас в 2014 году более полутора тысяч осужденных получили паспорта. Но профилактика хороша не только в медицине. Если говорить о вопросах профилактики попадания обратно за решетку, то, что уже говорил, рецидив. Как вы работаете в этом направлении? Как вы помогаете людям, что называется, не вернуться к вам? Ну, я вам говорила, что начинаем только с того, как только они переступили порог нашего учреждения, уже начинаем их готовить. Ну, во-первых, главная роль отводится психологам. Они специалисты, они определяют, какие причины побудили. Ну и затем уже выдают конкретный план, по которому наши социальные работники и наши начальники отрядов, у нас учреждения за каждым отрядом закреплен начальник отряда, который каждый день работает с осужденным и индивидуально работает. Вот, начинаем работать. То есть это фактически личная ответственность человека получается? Вы знаете, тут и... Ну, лично это, наверное, на первом плане. Но второе еще — потеря социально полезных связей. Вот что очень негативно сказывается. Потому что если человек заинтересован, и его кто-то ждет, он будет стремиться освободиться, условно-досрочно освободиться побыстрее, соединиться с семьей, с детьми. А те, которые потеряли эти связи, мы стараемся тоже этих... Их можно обрести? Можно обрести. А вот с помощью чего? То есть первое, что приходит на ум, это труд, наверное, нет? Вы знаете, и труд немаловажный фактор, но еще другие. Социальные работники находят родственников, близких родственников наших осужденных и стараются восстановить. То есть через семью все-таки, да? Да, через семью. Потому что у нас в 2014 году, и на сегодняшний день у нас 21 осужденный не имеет вообще социально полезной связи, он оторван полностью. В 2014 году мы смогли семью рем остановить. — Кто вам помогает в этой работе? Вот представители, может быть, общественности, государственной власти. Понятно, что спектр задач, которые перед вами стоят, он более чем широк. — Вы знаете, нам помогают и государственные структуры, и общественные организации. Мы очень тесно взаимодействуем с управлением Министерства юстиции, Парканалинской области, Нинецком автономном округу. Они дают бесплатные юридические консультации в каждом учреждении, выезжают. То есть, ну, естественно, люди, которые юридически неграмотны, они в первую очередь, получив консультацию, они уже задумываются, а как поступить, а как обрести там уже то, что потерял. Много, много лиц, которые поступают в наше учреждение, которые, ну, очень травматично, конечно, для тех, которые потеряли семью, которых очень связывалось с семьей, с детьми. — То есть люди тяжело-то переживают, да? — Тяжело переживают. Ну, мы стараемся, как тоже, вот в этом плане им помочь, восстановить. — Вот вы сказали, что 9 тысяч человек находятся в местах лишения свободы. — Более 9 тысяч. — Более 9 тысяч. Это много или мало? Вот, может быть, в процентах по отношению к прошлому году, то есть, чтобы мы понимали этот показатель. — Ну, вы знаете, наверное, это очень хороший показатель, что у нас количество осужденных снижается. — Снижается? — Снижается. Снижается. — А вы как-то отслеживаете... — С годом в год. — Вы как-то отслеживаете судьбу тех, вот, кто был у вас, что называется, в подчинении, а теперь вышел на свободу? — Вы знаете, мы система исполнения наказаний. В первую очередь мы, конечно, должны адаптировать, реабилитировать, вернуть, научить, как нужно жить в современном мире, что его ждет. Ну, и с другой стороны, также не остаемся равнодушными к тем, которые, освободившись, и приходят к нам. — Приходят? — Приходят, и мы им помогаем. — А вот с какими вопросами приходят? Помочь трудоустроиться? — Приходят, вот, я обратился туда-то, туда-то, например, и у меня, я не дома ведь, с ними, и у жилья, как вот мне дальше быть? Ну, мы его, конечно, нацеливаем, как быть. Нам помогают очень общественные организации. Общественные организации выезжают в наши учреждения, стараются проводить и семинары с осужденными, то есть подготавливать, то есть всеобщими усилиями. И общественных организаций, и государственных учреждений мы стараемся как можно больше внимания уделить человеку, которому оступился, чтобы потом он не совершал преступления. — Ну, вот пока люди находятся в местах лишения свободы, мир меняется достаточно быстро. Вот что они сами говорят, когда выходят на волю? Удивляются они переменам или нет? Сложно им адаптироваться? — Вы знаете, ну, это зависит от человека, наверное, от индивидуально, от личности человека. Те, которые... Есть осужденные, которые, ну, стараются не оторваться. Они стараются вникнуть, они стараются узнать больше, они получают консультации, то есть какие-то моменты задают, индивидуально подходят, вот как бы поинтересоваться там-то, 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 а как бы выйти на свободу и как бы мне получить то-то. Ну, мы стараемся их уже нацелить, где они будут жить, где они будут трудиться, поэтому вся информация ему доводится и стараемся отследить, убыл он от нас, не убыл, прибыл, не прибыл, потому что нам, ну, как конечный плод-то тоже интересен, как все-таки получилось, что дальше, какая судьба дальше ждет этого человека. То есть работа с заключенными идет достаточно масштабно, и, что называется, по всем фронтам, да, это и получение специальности, можно получить образование. То есть в мозгу обывателя, то есть люди, которые находятся в тех же колониях, да, просто сидят, сложая руки, что называется. Оказывается, это не так. Ну, вы знаете, они еще трудятся у нас, они еще трудятся, и желающих трудиться становится все больше и больше. Если раньше заинтересованность в труде была не на таком уровне, как сейчас, а сейчас они стараются больше трудиться, потому что многие имеют иски, а иски необходимо гасить, чтобы... То есть финансовые вопросы, он тоже можно решить. Да, и потом желание, желание уйти на условно-срочную, условно-срочно освободиться тоже очень много. У нас существует в каждом учреждении аттестационные комиссии. В аттестационные комиссии входят не только государственные, как я говорила, представители государственных органов, но и входит общественность, где, понимаете, объективно могут оценить поведение осужденного, могут рекомендовать, могут ему проконсультировать и дать оценку. Эта оценка дается очень объективно, поэтому, не знаю, осужденные вопросы сейчас не задают, потому что мы очень открыты, мы не закрываемся, мы, наоборот, очень рады, когда нам помогают работать с этой категорией осужденных. Вот в этой открытости, насколько велика роль информационной составляющей? Все события, которые проходят у нас в подразделениях, мы стараемся осветить, мы стараемся проводить как можно больше культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, приобщать, чтобы они знали, что их ждет свобода, их ждут на свободе, и они должны больше к нам не попадать. Спасибо большое. Сегодня очень много нового лично я для себя, по крайней мере, узнал. И удачи в вашей непростой работе. Заместитель начальника ОФСИН России по Архангельской области Ольга Думина была сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова